Здорово пацаны, на связи Макс Орлов, FullStack Web Разработчик на удаленке И я очень рад приветствовать вас в очередном видео из серии инструменты FullStack Разработчика В первой серии мы посмотрели на мое рабочее место, во второй серии я показал те программы, которые установлены у меня на компе В третьей серии мы с вами поговорили о фронтенд инструментах, которые я использую в качестве фронтенд разработчика И сегодня, друзья, наконец-то, в видео про бэкэнд-разработку я покажу вам те инструменты, которые я использую в качестве бэкэнд разработчика Почему я так радостно об этом говорю? Потому что, друзья, на самом деле я очень люблю бэкэнд, я отношу себя больше к бэкэнд-разработчику. Самые мои любимые инструменты находятся здесь, и сегодня как раз-таки о них мы и поговорим. И, друзья, перед вами как раз-таки один из этих инструментов, самый главный, самый мой любимый, на котором я действительно разработал множество проектов, от маленьких до больших, от простых до сложных. И этот инструмент называется, друзья, PHP Framework Laravel. Мы сейчас находимся на сайте larvel.com, и здесь мы как раз-таки видим с вами необычный заголовок, то, что Laravel это PHP Framework для веб-ремесленников, то есть Ertison, это переводится как ремесленник. И, по сути, ребят, мы с вами и есть ремесленники в сфере IT. Кто такой вообще ремесленник? Это человек, который знает свое дело и занимается каким-то мелкосерийным производством, то есть производит что-то. Но мы с вами, по сути, тоже ремесленники, потому что мы создаем продукты, мы разрабатываем приложения, сайты, и как раз-таки Laravel это Framework для веб-ремесленников. Потому что он действительно сочетает в себя все-все необходимые инструменты для разработки, ну, практически любого проекта. То есть, по сути, освоив только Laravel, вы уже сможете разрабатывать, ну, любые проекты. Ну, и базу данных, разумеется, да. Я, кстати, использую базу данных MySQL. Это реляционная база данных, проверенная временем уже, которая под капотом имеет все необходимые возможности, да, там, эти транзакции, репликации, не знаю, индексы и все, что нам нужно. Она хорошо масштабируется под высокие нагрузки, да, достаточно высокие. То есть, действительно, нам, как ремесленникам этой базы, просто за глаза. Поэтому, если вы реально хотите стать фуллстеком и научиться самостоятельно, в одно лицо, так сказать, разрабатывать любые проекты, то Laravel это ваш выбор и база данных. Можете MySQL выбрать, можете PostgreSQL выбрать. Для меня как-то разница особо небольшая. Laravel поддерживает и ту, и ту, без проблем. Можно прям переключиться в любой момент и ничего не сломается даже. И сегодня мы с вами говорим про Laravel, потому что, на самом деле, это ядро, это, знаете, центр такой всего. То есть, если мне скажут, что из всех моих инструментов оставить что-то одно, то это однозначно будет Laravel. Вот на главной странице, в принципе, так и написано, что Laravel это веб-аппликейшн-фреймворк с элегантным синтексисом, да, вот что очень важно. Вы же знаете, да, что я люблю очень понятные инструменты, которые прям легко читать, которые, как говорится, моя жена может посмотреть на код и понять, да, что там происходит. И Laravel это как раз-таки такой инструмент. Тут написано, что мы уже заложили фундамент, поэтому чувствуйте себя спокойно, не парьтесь о мелочах и создавайте свои проекты. То есть, реально, когда мы начинаем разработку нового проекта, а это же всегда такой отдельный кайф, да, когда ты прям с нуля опять создаешь каталог, туда заходишь. И с Laravel как раз-таки фишка стоит в том, что мы ввели команду, просто у нас создался проект, и мы сразу начинаем писать код, необходимый для реализации конкретно наших задач в проекте. То есть, сразу добавляем road, тут же страничку, тут же какие-то функции. То есть, мы не занимаемся там настройкой, какие-то конфиги, установкой дополнительных пакетов, там, что-то, какие-то файлы создавать, там, еще что-то. То есть, тут уже все сделано за нас, нам не надо изобретать велосипед, и вот этим мне Laravel и нравится. Да, ребят, сам фреймворк действительно очень крутой, но есть еще одна вещь, которая лично для меня ставит Laravel вообще просто вне конкуренции. Это его экосистема. Смотрите, сколько продуктов крутится вокруг Laravel. Это и управление серверами, и деплоймент, и управление очередями, и админкой, и вебсокет, и что здесь только нет, ребят. И все это реально официальные сервисы, которые дают нам простую панель управления, где мы просто кнопочки нажимаем, и все работает само по себе. То есть, это и есть фреймворк, реально, для веб-ремесленников, когда один человек может, по сути, разработать огромный проект, реально, и управлять им тоже в одиночку, потому что здесь все автоматизировано. То есть, вся реализация уже сделана за нас, а нам только выдают простой интерфейс. Грубо говоря, кнопочки, которые мы просто можем нажимать, и все будет работать. Вот, для примера, откроем самый первый сервис, Laravel Vapor. Это официальный сервис для Laravel, который позволяет нам использовать бессерверную технологию на Amazon AWS. То есть, по сути, мы добавляем здесь свой проект, указываем гид-репозиторий, подключаем домен, делаем деплой, и все. И наш проект работает, выдерживает нагрузки практически до бесконечности. То есть, тут автоматическое идет масштабирование, базы данных, те же самые, кэш, что угодно. Здесь все работает из коробки, очереди. И при этом нет никаких серверов. То есть, мы вообще не запариваемся никакими серверами, нагрузками и так далее. Вот такая панелька управления у нас, где вся статистика есть. Проект работает, выдерживает любые нагрузки и так далее. Я нигде такого не видел. И всего лишь за 40 долларов в месяц мы получаем доступ к безлимитным проектам, безлимитным деплойментам и так далее. То есть, для бизнеса это вообще копейки какие-то сущие. То есть, один только этот сервис, Laravel Vapor, экономит нам огромное количество денег, времени, нервов и так далее. Ладно, уже расхвалил, дальше некуда. Давайте перейдем в документацию. На самом деле, ребят, документация здесь тоже просто изумительная. То есть, вот раздел Getting Started, раздел Basics, да, с новой фреймворка. Погружаемся глубже, тут уже расширенные возможности. По безопасности отдельный раздел идет. По базе данных. С базой данных вообще работать одно удовольствие при помощи ОРМ от Laravel. Также большое количество официальных пакетов, смотрите, для решения различных задач. Реально, ребят, у меня прям огромное желание рассказать вам об этом все и показать вам все это в одном видео. Но я понимаю, что это очень долго, потому что возможностей реально много. Laravel это как, по сути, швейцарский нож, в котором есть все, что нам нужно. Поэтому сегодня мы с вами попробуем создать небольшой простенький проект. Я покажу самые-самые базовые моменты. А если вам интересно, то поставьте лайки, пишите комменты и будем эту тему уже развивать дальше. И сейчас мы находимся в разделе Getting Started, в разделе Installation. Сразу видим здесь содержание, что такое Laravel и также ваш первый Laravel проект. И где у нас есть инструкции по установке для macOS, Windows. И в конце, кстати, прикольный раздел, следующие шаги. Что Laravel может быть как Fullstack фреймворком, как я уже говорил, что на нем можно все делать. И также как отдельный Laravel API backend. То есть как backend для мобильного приложения, для там фронтенда отдельного и так далее. Давайте, ребят, для удобства переведем на русский язык, посмотрим, что здесь написано. Laravel это фреймворк с выразительным элегантным синтаксисом, обеспечивает структуру и отправную точку для создания вашего приложения, позволяя вам сосредоточиться на создании чего-то удивительного, пока мы потеем над деталями. И Laravel стремится обеспечить удивительный опыт разработчиков, представляя при этом мощные функции. Такие как инъекция зависимости, уровень абстракции базы данных, ну, REM, про который я говорил, очередь, запланированные задания, модульное тестирование и так далее. Независимо от того, являетесь ли вы новичком в PHP или веб-фреймворках, или имеете многолетний опыт, Laravel это фреймворк, который растет вместе с вами. Мы поможем вам сделать первые шаги в качестве веб-разработчика и дадим вам толчок, который поднимет ваш опыт на новый уровень. Почему именно Laravel? Существует множество инструментов, фреймворков, тем не менее, мы считаем, что Laravel является лучшим выбором при создании современных веб-приложений с полным стеком. Вот это интересно, что Laravel невероятно масштабируем. Благодаря удобству масштабирования PHP и встроенной поддержки Laravel для быстрого распределения кэш-систем, таких как Redis, горизонтальное масштабирование с помощью Laravel это легкий ветерок. На самом деле, приложение Laravel легко масштабируется для обработки сотен миллионов запросов в месяц. Вам нужно экстремальное масштабирование платформы, такие как Vapor, да, которую мы с вами смотрели уже, позволяет запускать Laravel практически в неограниченном масштабе на новейшей технологии AWS, бессерверная тема, короче. Ну и кроме того, тысячи талантливых разработчиков из всего мира вносят свой вклад, то есть реально пакеты для Laravel просто, наверное, как для WordPress, мне кажется, плагинов уже. И дальше мы, наконец, добрались до раздела «Ваш первый проект на Laravel». На самом деле, ребят, я уже давно работаю с Laravel, да, несколько лет, и в последний раз, когда купил новый ноутбук себе, установил на него там локальный сервер, PHP, MySQL и все остальное, но мне хотелось записать это видео, и чтобы вы вместе со мной попробовали пописать код. Даже если вы не знаете PHP, не знаете Laravel, вы все равно открываете код, повторяете за мной, и у вас все получится. Я думаю, вы будете приятно удивлены, как это легко и просто. Я все думал, как бы сделать так, чтобы вы могли у себя легко и быстро развернуть проект на Laravel, попробовать, да, вместе со мной, и потом, если что, его удалить, и у вас на компе никаких следов от этого не останется, там, ни PHP, чтобы не устанавливать, ни MySQL. И я был приятно удивлен, что уже появился такой инструмент для Laravel. Я, честно говоря, слышал об этом, но не вникал, потому что мне это было неактуально. Этот инструмент называется Laravel Sail, он работает с помощью докера, и как раз-таки, ребят, примерно год назад, наверное, я решил освоить докер, начал с ним играться, создавать там эти контейнеры, короче, докер-композ и так далее. И потом, через пару недель, я вообще все это забыл. Ну, потому что практики нету, я, как бы, в работе все это не использую. Ну, поигрался там день-два-три, да, вроде все понял, да, все прикольно, но, как бы, не используешь это в дальнейшем, оно все быстро забывается. Я уже, наверное, так избавился вот этой экосистемой Laravel, что для меня это действительно кажется излишне сложным. И я помню, как тогда я подумал, что я подожду, и попозже в экосистеме Laravel что-нибудь по-любому появится, что-нибудь, где мы можем запускать проекты Laravel внутри контейнеров докер и не загружаться при этом детальными. То есть просто как раз-два-три, это такой Laravel Way, да, путь Laravel, где все просто как раз-два-три, а мы занимаемся именно написанием кода для нашего приложения. И вот как раз-таки тут написано, что мы хотим начать работу с Laravel было как можно проще, и существует множество вариантов разработки и запуска локального проекта. Хотя вы, возможно, захотите все эти варианты изучить позже, Laravel предоставляет вам сейл. Давайте откроем в новой вкладочке. Встроенное решение для запуска вашего Laravel с помощью докер. Докер инструмент, ну, понятно, да, если вы не знаете, что такое докер, можете прочитать, короче, контейнеры. Laravel Sail — это легкий интерфейс командной строки для взаимодействия с конфигурацией докера для Laravel. Sail обеспечивает отличную отправную точку для создания Laravel с использованием PHP, MySQL и Redis. Не требует предварительного опыта работы в докер. Вот так вот. Но если вы уже шарите в докер, то вот там лежит обычный докер-компост, да, и там все можно настраивать, по сути дела. И вот начало работы с macOS. Если у вас Windows, да, то вот то же самое тут, начало работы с Windows. По-моему, здесь вот визуально то же самое все надо проделать, за исключением какого-то вот одного шага, что-то там надо включить еще отдельно. То есть я думаю, никаких проблем не возникнет, обычно все просто. Единственное, что нам нужно установить вначале, это сам докер. То есть докер-десктоп, вот мы открываем новые вкладки, то есть можно просто установить программу на Mac, на Windows, она будет у вас запущена, вот у меня уже установлено, запущен, вот он докер. То есть просто как обычную программу устанавливаете, запускаете, вот у меня она открыта уже, у меня тут нет пока никаких контейнеров, то есть просто с нуля, по сути, начинаю вместе с вами. То есть все, мы докер установили на комп, и вот одна команда, Которая позволяет нам развернуть проект на Laravel Я нахожусь сейчас в своем терминале на рабочем столе Ввожу эту команду из документации И здесь мы можем указать название для нашего приложения То есть для нашего каталога Вместо example написать, например, Laravel И нажимаю Enter Дальше мы видим заголовок Laravel Все это дело скачивается, устанавливается за нас Мы пока можем пойти чайку заварить И встретимся уже после завершения В конце установки нам необходимо ввести еще свой пароль Потому что для докера нужны дополнительные разрешения И видим сообщение Спасибо, мы надеемся, вы создадите что-то удивительное И дальше инструкция Перейти в каталог проекта и запустить его Прикидывайте, ребят, просто одной командой Не имея на компе ничего Ни PHP, ни MySQL, ни Redis, ни Node.js Вообще ничего А, ну Docker Desktop еще установили, да Но она к Laravel напрямую не относится И его можно удалить, как обычную программу Поэтому, ребят, давайте переходим в наш каталог Laravel И дальше следующая команда для запуска То есть мы сейчас проект установили Давайте откроем, кстати, его в редакторе кода Слева в Explorer мы с вами видим уже кучу каталогов, файлов То есть за нас уже тут все продумано Не надо ничего выдумывать Изобретать велосипед и так далее Нужно только при помощи прекрасной документации Laravel Изучить, что за что отвечает И как этим пользоваться Так что проект мы установили И теперь необходимо его запустить После создания проекта вы можете прийти в каталог приложений И запустить Laravel Sale Laravel Sale представляет простой интерфейс командной строки Для взаимодействия с докером Короче, для запуска нам нужно использовать вот эту команду Vendor BinSale App Что такое Vendor BinSale? Это вот Vendor BinSale А команда App позволяет запустить наше приложение При первом запуске команды App Контейнеры будут построены на вашем компьютере Это можно занять несколько минут Но не волнуйтесь, следующие попытки будут намного быстрее То есть при первом запуске нужно будет подольше подождать Потому что там все это заведется Ну в докере, как обычно Все какие-то контейнеры скачаются, создадутся и так далее А следующие запуски уже будут быстрее Единственный момент То, что вот эту команду Vendor BinSale каждый раз вводить неудобно реально И поэтому, если мы перейдем в документацию по сейлу Уже отдельно Вот тут ссылочка есть Мы открывали в новой вкладке И тут в разделе конфигурация алиаса Тут как раз таки рекомендуется, что Vendor BinSale Ну неудобно реально вводить И вместо этого мы можете просто добавить алиасу Вот такой То есть выполнить вот эту команду Прям в командной строке у себя Вот так вот Хоп-хоп Либо же прям добавить алиасу в свой баш профиль Да, если умеете И таким образом у вас будет доступна просто команда сейл Я уже добавил себе алиас Поэтому я везде буду использовать сейл Если вы не добавили То вы используете Vendor BinSale Либо добавьте, если умеете Короче, давайте запускать Очищаем терминал Сейл ап Хоба Видим, что PHP 8 Deployment Server Started На локальном хосту Да, порт 80 Переходим на localhost браузер И видим главную страницу нашего проекта, ребят Ну реально, пацаны Одной командой скачали и установили Второй командой запустили Все Что может быть проще И мы сразу можем приступать к разработке Кстати, давайте сразу еще посмотрим Как остановить Laravel Sale Для этого мы нажимаем Ctrl-C И ждем, пока остановятся все контейнеры Чтобы опять запустить Laravel Sale Мы говорим Sale Up И можем еще добавить флаг минус D Это означает запустить как демон То есть после запуска Консоль останется свободной И мы сможем здесь вводить какие-то команды А сам Laravel Sale Да, Docker контейнер Будет работать на фоне Потом, чтобы их опять остановить Нам нужно будет просто выполнить команду Sale Down То есть была Sale Up А потом Sale Down И все остановится Это очень удобно Если мы откроем Docker Desktop И видим, что у нас здесь запущен Laravel Да, и там вот контейнеры С MySQL базы данных И так далее А теперь, ребят Обязательно поставьте лайк Открывайте свой редактор кода И давайте создадим что-нибудь вместе на Laravel Прежде чем начнем Хочу обратить ваше внимание на файл .inv В котором указаны различные переменные окружения Здесь уже куча всего есть Но у большинства из них значений нет Просто они здесь есть для нашего удобства Что нам потом не вспоминать Да, какие названия есть То есть мы сразу можем посмотреть Что здесь можно указать И добавить свои значения необходимые Просто чтобы вы знали Потому что это достаточно важный файл В котором куча различных переменных Для вашего окружения Да, и здесь также уже есть конфигурация Для базы данных То есть у нас MySQL по умолчанию стоит Также можно Postgres сюда написать Есть уже хост, порт Название базы даже И юзернейм, пассворд И нам ничего здесь в принципе менять не надо Потому что у нас в докере Да, в Laravel Sale Уже все это есть База данных автоматом создается С таким же названием и так далее То есть нам здесь ничего делать не надо По сути То есть мы сразу можем разрабатывать И давайте уже наконец попишем код Я предлагаю для примера Создать что-нибудь простенькое Пускай это будет классический To-do-лист, список задач И для реализации нашего приложения Предлагаю сразу перейти в каталог Roots Здесь располагаются маршруты Как вы уже наверное поняли Да, и Laravel сразу разделяет их на разные файлы Потому что каждый файл отвечает За отдельный интерфейс Для доступа к нашему приложению То есть есть разные интерфейсы Которые позволяют получать данные От нашего приложения и так далее Такие как двери к нашему приложению И каждый файл это отдельная дверь Например в файле API Мы описываем роуты, маршруты Для API нашего приложения То есть этот API Программный интерфейс Могут использовать там Мобильные приложения Frontend отдельно и так далее В файле Channels Мы можем описывать роуты Для WebSocket То есть это уже другой протокол И тоже отдельный интерфейс Для доступа к нашему приложению В файле Console Мы можем добавлять консольные команды Потому что это тоже как отдельная дверь Отдельный вход И FileWeb это уже маршруты для браузера Непосредственно Как раз таки с него мы с вами и начнем Удалим здесь комментарии Описание маршрутов И видим что здесь есть уже один маршрут Метод Get Главная страница И функция обработчик Которая возвращает шаблон Шаблон Welcome называется Шаблоны или страницы Лежат по пути в Resources Тут кстати еще CSS JS Файлы переводов лежат Такие статика короче И Views Welcome Вот этот шаблончик Как раз таки есть Это главная страничка Которую мы с вами видим на экране А мы давайте вернемся в наш RoadWeb И добавим первый маршрут для создания задачи Это будет метод Get И путь TasksCreate То есть это тот путь По которому мы с вами будем переходить в браузере Для создания задачи Пока что мы здесь получаем страницу 404 Потому что мы еще не закончили Дальше мы можем сразу дать название этого маршруту Я всегда добавляю название для маршрута Потому что это очень удобно И вторым параметром мы должны указать обработчик Что будет происходить после перехода по этому маршруту Мы здесь можем указать как функцию Но как правило это на практике не используется Скорее больше просто для примера Потому что это неудобно Здесь как правило используется контроллер Давайте создадим контроллер Который будет обрабатывать запросы к нашим задачам И в ларвелах чтобы создать контроллер Нужно всего лишь ввести одну команду Sale-Ertison-MakeController И назовем его TaskController Контроллер успешно создан Открываем его в редакторе кода Кстати контроллеры падают по пути В App, HTTP, Controllers И вот наш TaskController Дальше нам необходимо добавить сюда метод Который будет заниматься обработкой нашего запроса По этому запросу мы с вами будем отображать страницу Для создания задачи И метод мы так и назовем с вами Create Наш метод будет просто возвращать страничку TasksCreate Которую мы с вами тоже сейчас создадим Как мы уже знаем Странички лежат по пути Resources-Views А TasksCreate через точку Означает что нам нужно просто создать здесь каталог Tasks И в нем файл Create Кстати расширение должно быть Blade.php Почему Blade? Потому что это шаблонизатор Который встроен в Laravel Тоже очень крутая штука Имеет множество возможностей Немножко мы сегодня с ним тоже познакомимся Поэтому все шаблоны всегда заканчиваются на .blade.php И давайте сразу накидаем здесь какой-то шаблончик Например Laravel И напишем h1 to-do list Возвращаемся теперь в наш файл маршрутов веб И здесь вторым параметром нам необходимо указать тот контроллер Который будет заниматься обработкой нашего запроса TasksController Последите, чтобы сверху у вас контроллер импортировался И нам осталось добавить сюда еще метод Который используется в этом контроллере Для этого используется массив Первым элементом массива юляет сам контроллер А вторым тот метод, который нужно в нем использовать Таким образом, что мы сделали? Зарегистрировали маршрут Метод get с таким путем Контроллер Метод в контроллере И название маршрута Переходим в контроллер Здесь у нас метод create Который вызывается по нашему маршруту И возвращает шаблон tasks.create Который является такой простой страничкой Давайте обновим страницу в браузере И видим здесь to-do list То есть, друзья, как помните, мы двумя командами Развернули наше приложение Добавили маршрут, контроллер, шаблончик И все уже работает На самом деле, Laravel позволяет делать многие вещи Разными способами То, что мы с вами проделали для примера Можно записать было еще проще Route view tasks create Тот же путь И указать шаблон, который используется Все Мы можем также имя дописать Task create То есть, вообще, одной строчки без всяких контроллеров Тут фишка в том, что когда нам нужно по какому-то пути Просто лишь отобразить какую-то страницу Мы просто при помощи метода view Можем указать, что по такому-то пути Нужно отображать такой-то шаблон То есть, мы сейчас можем обновить страницу И видим, что ничего не изменилось То есть, вот это вся сила Laravel В минимализме Потому что я очень люблю минимализм в коде Давайте сейчас пару минут потратим И накидаем простенький шаблон Я предлагаю использовать для этого bootstrap Просто, чтобы быстро накидать Какой-то более-менее внятный интерфейс Копируем подключение CSS Вставляем И готово И давайте теперь добавим какую-то минимальную разметку Section Сверху и снизу добавим отступы Контейнер Потом ряд для колонок Колоночка, например, на 4 В ней добавим заголовок Например, это будет писок Задач И под ним будет карточка непосредственно уже с задачами Card Card Body Card Title Мои задачи Давайте посмотрим сразу, что получается Видим, что нам необходимо расположить все это дело по центру Поэтому добавляем для ряда Justify Content Center Проверяем И давайте добавим небольшую формочку для добавления задачи Еще раз Card Body Открываем форму Добавим сюда Input Form Control Можно добавить сразу Placeholder какой-то Название задачи И давайте добавим еще одно поле Это будет текстовая область у нас Form Control Добавим тоже Placeholder Описание задачи Удалим лишние атрибуты Добавим еще кнопку Типом Submit BTN BTN Primary Добавить Давайте посмотрим, что получается Текст Area у нас что-то не получилось Control Еще разок Вот так-то лучше Спасибо, BoostRap Давайте еще добавим отступ от заголовка И Checkbox Отступ, например, на MB3 Ну-ка посмотрим Ну да, вот так маленько получше И заголовок, на мой взгляд, какой-то огромный Давайте все-таки на H2, может быть, сделаем Вот так И Checkbox, чтобы наш пример был более полный, так скажем BoostRap это FormCheck Input FormCheck Тоже Type Checkbox Label тоже FormCheck Label, кстати, да? И FormCheckInput здесь Точняк И напишем здесь, например, что Что у нас у задачи может быть Например, что это важная задача Вот так вот, да? То есть мы можем Checkbox'ам ответить, что задача важная Какая-то особенная Потом как-нибудь выделим ее в списке Давайте сразу придумаем название для наших полей Тут будет название задачи Это у нас будет поле Name Описание задачи Это будет у нас Description И для Checkbox'а будет Name Важное это как Important ID тоже Important И Value 1 И для метки тоже надо добавить, чтобы по клику на нее Checkbox у нас тоже переключался То есть вот так вот это работает Отлично У нас с вами есть уже Name Description И Important Не против, что я буду говорить по-русски? Так Important Important Как-то привычнее Следующее, что нам нужно продумать Это куда отправлять нашу форму То есть нам нужен какой-то маршрут Новый, да? Для уже создания нашей задачи Давайте скопируем маршрут Изменим здесь метод Это будет метод Posts Путь Это будет просто Tasks Контроллер тот же самый А метод будет называться Store На самом деле тут есть тоже такой прикол Что в Laravel уже есть как бы устоявшиеся имена для методов Потому что, как правило, много задач таких однотипных возникает Когда нам нужно показать ресурсы Создать ресурсы, удалить и так далее То есть давайте представим, что у нас есть какой-то ресурс Например, Items У нас есть контроллер для обработки этого ресурса У нас есть метод контроллера для обработки этого запроса И у маршрута есть также название ItemsIndex То есть это маршрут для отображения списков каких-то ресурсов То есть список наших айтемов Метод Get по пути Item Контроллер такой-то Метод Index и название ItemsIndex Также есть другой маршрут для отображения конкретного одного ресурса То есть Item Это страница конкретного, например, товара То есть если это список товаров, то это страница одного товара Тут уже меняется метод контроллера Также метод Show Это, как я уже говорил, такое устоявшееся название в Laravel Потом есть страница для, например, создания товара Это уже ItemsCreate Здесь уже, соответственно, тоже Create Следующий маршрут для создания товара Метод Post Путь Items Контроллер тот же И метод уже называется Store Дальше может быть страница для обновления товара Это Items, ID, Item, да И Edit Это вот такая страница для обновления Маршрут называется Edit Метод контроллера так же Дальше может быть запрос на обновление товара То есть уже изменить по факту какие-то данные То есть это просто страница с формой, например, да Для изменения данных А это уже запрос на само изменение Тут уже используется метод Put Edit убираем Контроллер тот же А Road называется Update И последний Road, который нам необходим Это, конечно, Delete То есть метод Delete тоже Items, ID, контроллер тоже Тут можно назвать тоже Delete То есть когда у нас в приложении есть какой-то ресурс То это, как правило, все маршруты, которые нам нужны для него Ну, бывают какие-то еще дополнительные Но, как правило, вот эти самые основные Список ресурсов Страница одного ресурса Страница создания Запрос на создание Страница изменения Запрос на изменения И удаление И вот чем хорош Laravel Что в таких случаях он нам позволяет тоже писать меньше кода Вместо того, чтобы писать вот эти все строки Мы можем просто создать Road, ресурс Какой-то ресурс, item Указать имя ресурса, items Указать контроллер, item, контроллер Вот так вот И можем назвать название Это тоже, items Хотя нет, название тут даже не надо указывать Он автоматом даже название сделает То есть все Представляете, вместо вот этого всего Мы просто создаем вот такую штуку, ресурс Если нам какой-то метод не нужен Например, нам не нужен Update Да, вот нам не нужно обновлять То можем добавить здесь, что Except, типа исключить Update и Edit То есть страница обновления и запрос на обновление нам не нужны Мы их исключаем Или наоборот, можем указать Only Only, например, Index и OnlyStore То есть только создание и список То есть вот такая короткая запись делает все то же самое И при создании контроллера мы тоже можем создать, например SaleArtisanMakeController ItemController И указать здесь флаг, что это ресурс Если мы откроем наш ItemController Видим, что здесь уже все методы за нас добавлены Причем все те же названия, как я написал Ну я просто уже знаю эти названия В документации тоже все это описано Очень понятно и подробно Круто, да, ребят? Вот это и есть вот Laravel Way То есть пиши меньше кода, больше разрабатывай Вот так я бы сказал своими словами Мы с вами добавили маршрут на создание задачи Метод Post Tasks TaskController Метод Store И название маршрута TaskStore Название маршрута нам как раз таки пригодится в шаблоне Для формы мы можем указать его вот так вот То есть в Laravel, как и во Vue.js Используются вот такие фигурные скобочки Что очень удобно и выглядит красиво Потому что я знаю в каких-то шаблонизаторах Точно не знаю в каких, честно говоря Ну видел где-то там что-то с процентами связано Но по-моему это даже выглядит как-то стрёмно, блин А эти скобочки такие красивенькие, классные Да и вводить их удобнее И здесь мы можем указать маршрут, который нам нужен Название нашего маршрута TaskStore Давайте еще добавим метод, да? Метод Post у нас Обновляем страничку Смотрим исходный код И видим, что у нас для формы добавился наш маршрут Теперь нужно добавить метод Store в наш контроллер То есть вот этот метод Store, который мы здесь указали Нужно добавить в наш контроллер Публичная функция Store И тут мы можем сделать редирект обратно На нашу форму Redirect Road Tasks Create То есть мы опять используем здесь название нашего маршрута То есть вот так легко и просто мы отдаем редирект на какой-то конкретный маршрут Можем не указывать маршрут, а просто указать здесь путь какой-то для редиректа Но с названиями роута удобнее и надежнее, на мой взгляд Давайте попробуем отправить форму Хоп, тада И видим здесь ошибку На самом деле я знал, что это будет Просто хотел вам продемонстрировать Что в Laravel уже есть встроенная защита от CSRF-атак То есть 419 код говорит, что страница просрочена Потому что мы не поместили в форму еще CSRF-токен То есть если вы не знаете, что такое CSRF-атака То это очень фигово И рекомендую вам изучить этот вопрос Нам как веб-разработчикам нужно в этом обязательно разбираться И не важно, фронт-энд вы разработчики или бэк-энд И круто, что в Laravel уже встроенная эта защита И без нее вот даже форма не отправляется Потому что это безопасность, ребята, это очень важно И чтобы эта защита работала, нужно в форму добавить скрытое поле Которое называется токен А значение можем сгенерировать при помощи хелпера Который нам дает Laravel CSRF-токен Вот так вот Давайте страничку обновим, посмотрим, что у нас получается Как видите, у нас вот теперь есть поле NameToken и вот такой токен здесь Без этого токена запрос даже не дойдет до нашего контроллера Фреймворк автоматически его отклоняет И в Laravel, как обычно, дает нам еще более простой способ Чтобы сгенерировать это поле При помощи хелпера CSRF-Field То есть вот такой хелпер мы сюда вставляем Обновляем страничку и видим, что ничего не изменилось Такое же поле мы с вами имеем в нашей форме И экономим тем самым наше долгоценное время Давайте отправим форму еще раз Хоп! И видим, что мы возвращаемся обратно Видимо, редирект наш работает Давайте теперь посмотрим, как нам получить наши данные в нашем контроллере Для этого мы можем сказать, что нам нужен объект request При помощи метода all Мы можем получить все данные, которые пришли в нашем запросе И поместить их, например, в переменную data Дальше при помощи хелпера DD Мы можем распечатать эти данные Очень удобный хелпер, часто используется, когда нужно что-то отдебажить В любом месте вставляете его И наш скрипт прерывает работу на этом месте И все данные, которые мы сюда передаем, выводят на экран Очень удобно Давайте еще раз отправим форму И увидим, что вот наши данные, которые прилетели Наш токен name description null Laravel автоматически пустые значения преобразует в null На самом деле это очень удобно Давайте теперь заполним данные формы У меня есть для этого такое расширение прикольное Которое само может сразу данные какие-то заполнять, рандомные Добавить И видим, что эти данные description, name Прилетают у нас как массив в переменную data И прежде чем добавлять нашу задачу Нам необходимо проверить эти данные То есть запомните, мы всегда должны делать валидацию входящего запроса Проверять все данные, которые пользователь нам присылает То есть мы никогда не доверяем тем данным, которые вводит юзер Для валидации данных нам необходимо вызвать метод validate На нашем запросе И передать сюда массив правил, которые будут проверяться для каждого введенного поля То есть для name у нас будет какие правила Во-первых, это обязательное поле Во-вторых, тип данных Это будет строка И в-третьих, например, можно ограничить максимальную длину 100 символами Таким образом, в Laravel уже встроенный крутой валидатор Который в данном случае проверит, что значение свойства name Соответствует всем нашим условиям Если все окей, то скрипт продолжит выполнение А если нет, то фрейворк автоматически остановит здесь выполнение И отдаст ответ в браузер А также будут доступны все сообщения об ошибках Давайте мы с вами сейчас в этом убедимся Добавим сюда еще description наш Он уже будет необязательный Тоже строка А максимальную длину ограничим, например, на 300 символов И третий параметр у нас это important Который у нас может быть null Если чертбокс не отмечен А если отмечен, то это boolean На самом деле Laravel умный И значения такие как 1 и 0 Он тоже воспринимает как boolean Так что здесь все будет работать как надо И здесь еще удобно то, что метод validate Возвращает те поля, которые мы здесь указали То есть мы можем поместить их в переменную Назвать ее, например, validated То есть все параметры запроса, которые мы проверили Они будут храниться у нас как массив в переменной validated И там уже не будет, например, вот этого токена Который нам, в принципе, нафиг уже не нужен То есть вот такая история у нас получается И мы можем здесь также распечатать наш validated То есть вот эта строчка выполнится только тогда Когда все данные будут корректные А в противном случае произойдет автоматический редирект обратно И у нас будут в шаблоне доступны сообщения об ошибке Нажимаем добавить Видим, что редирект обратно происходит Вводим данные И видим, что у нас здесь только name почему-то Потому что description написали с опечаткой Обновляем еще раз И вот наш description появился Давайте попробуем теперь еще checkbox отметить Заполняем еще раз форму Отправляем И видим опять ошибку Ошибка, что метод validate boolean не существует Значит еще раз опечатка boolean Значит две о Вот так вот, да И кстати, круто, что у нас произошла ошибка Потому что вы сразу можете посмотреть Как красиво Laravel выдает нам ошибки Во-первых, понятное сообщение об ошибке Подсветка кода Также мы можем посмотреть здесь все параметры запроса Заголовки, query, сессию, cookie и так далее Также параметры нашего приложения Есть какие-то параметры в URL есть Например, дополнительные названия маршрута По которому пришел запрос и так далее Если бы у нас был юзер аутентифицированный Здесь бы все данные по юзеру были Здесь контекст То есть в котором приложение наше выполняется Например, вешается PHP и так далее Здесь для дебага тоже данные выполняются Когда мы какие-то логи выводим Там запросы к базе проходят Здесь все это выводится И даже мы можем поделиться этой ошибкой Со своими коллегами Или, например, спросить у кого-то Нажимаем просто share Open public share И получаем публичную ссылку В которой видим ту же самую ошибку На самом деле это реализовано При помощи сервиса Laravel Flare Это сервис для отслеживания ошибок Тоже очень удобный Чисто для Laravel сделан Очень крутой Здесь много разных возможностей Он, конечно, уже платный идет Но вот эта тема, встроенная в сам фрейворк Она бесплатная и очень крутая на самом деле Тоже облегчает жизнь разработчику Итак, мы исправили опечатку Отправляем форму еще раз И видим, что вот импорт наш тоже теперь пролетел сюда То есть мы теперь имеем все эти данные В нашем массиве В переменной validated Но мы еще не закончили Что будет, если мы отправляем пустую форму И у нас просто происходит редирект Юзеру непонятно Что не так-то, да? Мы должны как-то показать ошибки валидации То есть возвращаемся в наш шаблон И Laravel на самом деле Очень сильно упрощает нам отображение ошибок Вот, например, для поля name Нам нужно указать ошибку Для этого мы используем директивы Которые представляет нам шаблонизатор Blade Laravel, да? Директивы называются error Указываем, какое название ошибки Нужно закрывающий тег добавить AndError сюда Вот И внутри вот этой директивы У нас уже доступна переменная message Которая будет содержать в себе ошибку Для поля email Это очень удобно То есть если ошибки нет То эта штука, она вообще не будет выводиться никак А если есть, то у нас здесь отобразится message Давайте отправим страницу И видим, что вот Сообщение об ошибке у нас появилось Нам остается немножко только разукрасить его Например, бустраповскими классами Текст danger красный Padding сверху, например, на 2 добавить И текст маленький Еще раз отправим Хоп Вот написано Поле name обязательное Вы можете спросить Почему по-английски? Ну потому что по умолчанию Laravel идет на английском языке У нас есть каталог config Где различные файлы конфигурации Для разных целей И самый главный файл это app Здесь именно настройки нашего приложения идут И как раз таки здесь есть параметр local По умолчанию он n Мы можем включить русский И также есть параметр fallback local То есть резервный local Если, например, перевода на русском нет Он автоматом возьмет на английский То есть очень гибко и легко все это настраивается И во-вторых, у нас в каталоге resources lang Есть переводы Но тут пока только английский по умолчанию Вот он файл validation.php Здесь переводы для всех правил валидации И так далее То есть очень гибко здесь все это сделано И можно настраивать И нам остается только добавить сюда каталог ru И добавить переводы для всех вот этих правил Мы можем просто в поиске написать Laravel lang Первая же ссылка отправляет нас в репозиторий В котором уже все это дело для нас реализовано Мы можем просто скачать этот репозиторий Распаковать его Найти здесь каталог ru Скопировать его И поместить в наш проект Вот наш проект Заходим Resources Lang И прямо сюда вставляем То есть теперь у нас есть английский, русский А в репозитории, как вы видели, есть переводы практически для всех языков То есть очень просто Буквально несколько секунд И у нас уже есть переводы на русский язык всех правил валидации Нажимаем добавить И у нас здесь автоматом появляется русский язык Даже поле name у нас преобразуется в поле имя Правда имя нам не совсем подходит Но мы можем это исправить Идем в lang and validation Спускаемся в самый низ И здесь вот как раз таки мы можем перечислить в атрибутах Как каждое поле переводится на русский язык Находим здесь поле name Вот оно И тут у нас имя Мы напишем название Отправляем форму еще раз И видим, что поле названия обязательно заполнением То есть это вообще easy Единственное, я бы тут отступ маленько убавил Давайте вернемся в наш шаблончик Пейдинг топ-2 А мы сделаем пейдинг топ-1 И также легко можем добавить для нашего текст-эре То же самое Только вместо name у нас будет description Она у нас не обязательна Поэтому здесь ошибка не отобразится Ну вы поняли, да? То есть при помощи этой штуки Мы можем сюда и классы добавлять Так же, чтобы у нас поле, например, стало красным Да, с красной рамочкой На самом деле у нас в шаблоне Еще всегда доступна переменная errors И это объект, который имеет разные методы Здесь мы можем получить все ошибки Для всех полей Можно получить, например, первую Для какого-то поля, например, для name Или же проверить, что есть ошибки или нет Вот этот метод возвращает true либо false Если есть какие-то ошибки Или проверить ошибки для конкретного поля То есть при помощи этой переменной Которая всегда доступна в шаблоне И содержит все ошибки в ледации Если они есть Мы можем выстраивать различную логику в наш шаблонах Так, короче, отправку формы сделали Валидацию сделали Пора приступать к созданию нашей задачи Наши задачи должны где-то храниться Поэтому нам нужна база данных Которая у нас уже есть, да? В Larval Sale У нас там автоматом в докере крутится база данных Мы SQL уже Которая через InView здесь уже у нас подключена Нам ничего здесь сделать не нужно Единственное, что нам нужно сделать Это создать таблицу в базе данных И создать модель Модель это PHP класс Который будет помогать нам взаимодействовать с таблицей Чтобы не напрямую запросы SQL отправлять в базу А через модель мы все это будем делать Это очень круто и удобно на самом деле Давайте создадим таблицу Sale Artisan Make Migration Чтобы создать таблицу У нас сначала создать миграцию В которой мы опишем все поля для таблицы И потом запустим команду И эта миграция автоматически накатится Так что Make Migration Назовем ее Create Tasks Table Запускаем Кстати, через Sale команды выполняются несколько дольше Чем если бы у нас просто был установлен PHP Локальный сервер и так далее Видимо, это нюансы работы через Docker Но на мой взгляд это не особо критично Особенно учитывая те удобства Которые он дает нам при установке И разворачивание новых проектов И вот у нас создалась миграция С нашим названием И префиксом это дата и время Префикс нужен для того, чтобы миграции Сохранялись в том же порядке В котором мы создавались Ну и накатывались, соответственно Тоже в том же порядке Сами файлы миграции попадают в каталог Database Migrations Тут уже есть несколько миграций Потому что фреймворк по умолчанию Для нас уже создал миграции Для таблицы Users Для восстановления паролей и так далее Потому что эти функции, как правило Нужны во всех проектах И они у нас из коробки уже доступны Мы можем их удалить А вот последняя миграция Это как раз таки наша Здесь у нас есть два метода Метод up, который выполняется Для создания таблицы И метод down, который выполняется Наоборот для удаления таблицы Ну когда мы миграцию откатываем обратно Потому что мы миграцию можем Как накатить, так откатить обратно И здесь Laravel для нас заботливо Уже добавил даже id То есть это автоинкремент поля MySQL И даже даты timestamps То есть это два поля будет Created add и updated add То есть в каждой табличке У нас автоматно появляется поле Когда дата, когда эта запись была создана И дата, когда запись была обновлена То есть Laravel автоматом При обновлении всех записей в таблицах Автоматом обновляет поле updated add То есть мы всегда знаем Когда в последний раз Обновлена была таллиная запись И давайте сразу создадим модель Которая поможет нам Удобно взаимодействовать С нашей табличкой PHP, Artisan, Mike, Model, Task Модели попадают по пути В App, Models, Task Здесь как видите Уже есть модель User Также для нас уже готовая И тут стоит сказать Что есть еще одна фишка Которая тоже обличает нам работу То есть при создании модели Нам как правило Всегда нужна миграция И мы можем вместо того Чтобы создавать отдельную миграцию И отдельную модель Использовать одну команду PHP, Artisan, Make, Model Просто добавляя сюда флаг Минус М И тогда Laravel автоматически Создаст нам модель И миграцию сразу для нее Это очень удобно Но мы с вами уже создали это по отдельности Поэтому давайте продолжим Давайте подумаем Какие поля нам нужны в таблице Tasks Во-первых это String Это Varchar по сути дела String это как Алиас Более понятный для разработчиков Чем Varchar Тут будет у нас String Name поле Потом в следующем поле Description В принципе тоже можно его Стринг оставить Можно текст сделать Тип данных Если нужен большой Но нам большое описание Там не нужно Единственное что нужно добавить Что это поле может быть null Потому что оно у нас необязательное И еще одно поле Это Boolean Оно у нас называется Important То есть обязательная задача Или необязательная И по умолчанию Она необязательная То есть если чекбокс не отмечен Значит false по умолчанию А Boolean это опять же Алиас На самом деле в базе данных Понятное дело будет поле TinyInt Но Laravel же обещал нам Элегантный синтексис Вот он и есть элегантный И также можно добавить Например еще одно поле Которое обозначает Завершена задача или нет Completed Например вот так вот И тоже по умолчанию Оно будет false Следующее что нам нужно делать Это открыть нашу модель И указать здесь Какие поля Используются для этой модели Для этого используются Свойства fillable И обычно сюда Прямо из миграции Вот так вот копирую Все эти поля Просто для удобства Потому что бывает модели У которых полей много Чтобы вручную Каждое поле не выводить Опять Как-то вот так симпатично Это можно расположить Для чего это делается? Для того что Laravel Опять же тут заботится о нас И просит нас указать Те поля Которые юзер Или мы можем обновлять В модели Потому что если этого не делать И автоматом Разрешать обновлять все поля То юзер теоретически Может в запросе Передать ID Или пароль Или еще что-то А какой-то неопытный разработчик Возьмет все эти поля Например вот так вот Из реквеста Просто all И передаст их все Просто для обновления Нашей задачи А мало ли что там юзер прислал Поэтому здесь мы во-первых Указываем какие поля Доступны для обновления А во-вторых Это просто удобно Например когда новый разработчик Пришел Или даже я там через месяц Уже могу что-то подзабыть Я просто открываю модель И сразу вижу Какие поля там у меня есть В базе данных и так далее Это реально удобно И также здесь в модели Есть еще одна интересная возможность Добавить свойства Casts Которые мы можем дополнительно Еще указать Какой тип данных Представляет себя То ли и мное поле То есть Important наше Это Boolean Completed тоже Boolean По факту для фреймворка Все вот эти поля Они строчные Но мы-то знаем Что для нас Important или Completed Это либо да Либо нет Да Boolean И мы можем сказать Что эти поля Нужно приводить к Boolean И потом фреймворк автоматически Когда мы будем получать доступ К этим значениям Будет автоматически Возвращать нам True либо False Это тоже очень крутая тема Тут помимо Boolean Еще разные другие Есть тоже интересные штуки Но мы сейчас не будем углубляться Идем дальше В принципе с моделью мы закончили Указали поля Указали типы данных И возвращаемся в наш контроллер Мы помним Что у нас в переменной Validated Лежат вот эти все атрибуты И мы можем их использовать Для создания нашей задачи VS Code сразу предлагает Импортировать ее Нажимаем Enter То есть убеждитесь Что сверху у вас Тоже она импортируется Метод Create И передаем сюда массив Тех свойств и значений Которые нам необходимо Использовать для создания Нашей таски То есть мы можем Вот так вот это делать Name, Name, Description, Description Но это длинно В нашем случае Мы можем просто Validated сюда передать И мы уже знаем Что в этой переменной Хранятся только Name, Description и Important Которые мы уже проверили Поэтому нам бояться нечего Таким образом Всего вот такой Одной красивой И понятной строчкой Мы создаем нашу задачу Конечно метод Create Возвращает нам Объект задачи Можем сюда получить Но он здесь просто нам не нужен Потому что мы делаем Сразу Redirect А куда нам кстати Redirect надо делать После создания Ну я думаю Мы создадим страничку С вами Task.Index Сразу добавим маршрут Сразу мы же уже профессионалы Но тут вначале Это метод Get Маршрут.Tasks Task.Controller И тут у нас Индекс будет Task.Index Возвращаемся в контроллер Добавляем сверху Метод.Index Еще помимо Create Можно так скопировать Тут будет индекс То есть метод.Index Возвращает шаблон Task.Index Мы его позже создадим Итого здесь мы проверили Запрос Создали задачу И перекидываем юзера На страницу Со списком задач Давайте протестируем Обновляем страницу Заполняем данные Создаем Хоп Базовая таблица Или вид не найден А мы же не накатили Миграцию Миграцию создали А в базу Не добавили эту таблицу Чтобы миграцию применить Есть метод Sale.Artisan.Migrate Запускаем его Этот метод проходит По всем миграциям В каталоге Database.Migrations И накатывает те Которые еще не были Применены раньше То есть видим Что у нас вот Наша миграция выполнилась Также мы можем ее отменить Например Migrate Rollback Команда уже для этого используется Вот наша миграция отменилась То есть теперь таблицы Опять нет в базе Также есть еще другие Интересные команды Например Fresh Эта команда Отменяет все миграции И опять накатывает заново То есть мы получаем Абсолютно новую Чистую базу данных Со всеми таблицами То есть реально Очень удобные штуки Давайте пробуем еще раз Отправляем ту же самую форму Теперь следующая ошибка Что шаблон Task.Index Не найден Но мы знали Что у нас нет этого шаблона Но раз мы дошли до сюда Значит наша задача создана Вправляемся в ресурсы Views Tasks И можем скопировать Наш файл Create И это будет наша новая страничка Со списком задач Который называется Index Но тут вы скажете Как же так Тут столько кода дублируется Вот этот вот Базовый шаблон HTML и так далее И там и тут есть Конечно здесь нам нужен Какой-то layout Базовый шаблон Который наши странички Уже будут расширять По аналогии Как в Naxt.js Тоже есть Каталог layouts И наши pages Там насколько я знаю По крайней мере Нельзя сделать так Чтобы шаблон Наследовался от другого шаблона Потому что часто бывает такое Что есть например Базовый шаблон Да вот чисто вот этот HTML базовый Head, Body и так далее А есть шаблон например Какого-то отдельного раздела На сайте Например там Корзина товаров Например там Настройки у пользователя Да там множество страниц тоже Но шаблон отличается И у него тоже есть множество Общих элементов Например там Вкладочки какие-то И так далее И тут нам было бы удобно Чтобы наша страница Например Изменить пароль Наследовалась от шаблона Настройки пользователя Шаблон настройки пользователя Уже наследовался От базового шаблона Какого-то То есть это очень часто Реально нужно Необходимо Я вот по крайней мере Быстро не смог найти Как в Node.js это сделать А тут Larval Как бы никаких ограничений На нас не накладывает У нас есть шаблонизатор Который имеет кучу Различных возможностей И мы можем создать Каталог Layouts например Создать сюда базовый шаблон Base, Blade, PHP Скопировать туда код От страницы создания задачи И удалить отсюда все лишнее Вот лишнее Это по сути вот эта вся секция Мы удаляем ее А вместо нее Типа как во Vue.js Мы добавляем слот Он тут называется Yield Вот такое слово стрёмное Но ничего не попишешь Вот такое вот тут Yield Пишем здесь Content Мы можем написать здесь что угодно То есть это по сути Название нашего слота И дальше в нашей странице Create Мы также берем то Что непосредственно К этой странице относится И сверху говорим Что мы расширяем Здесь шаблон Layouts Base Да И говорим что в секцию Content Мы должны вставить Вот это содержание То есть мы говорим Что мы наследуемся От этого Layout И в секцию Content Вставляем вот эту штуку То есть в Layout И вот сюда вот в Content Ставится содержимое страницы Create Давайте перейдем обратно на Create Проверим что у нас ничего не сломалось Вот как видите Да все работает Также здесь еще интересная фишка есть Что мы например Этот Yield Может использовать вот здесь Хоп Можем сюда его вставить Тут указать например Title И значение по умолчанию По умолчанию здесь будет Laravel стоять Давайте обновим страничку Видим что здесь у нас Laravel написано Да в Title Но в то же время На странице Create Мы можем взять тот же секшен Только уже для Title Дальше нам нужен еще закрывающий тег Вот такой И здесь мы пишем создание задачи Таким образом вот этот текст Добавится вот туда В раздел Title В базовом шаблоне Обновляем Видите создание задачи Три строчки кода И все готово Даже одна строчка кода Потому что Laravel позволяет нам Вот такие короткие штуки Где нет вот так много кода Записывать еще короче Вот так просто вторым параметром Сюда передать И все То есть мы можем здесь потом Description Еще какие-то мета теги Довыводить И при помощи этих Title Description Ну сами как бы Создавать любую структуру Которую мы хотим То есть вот Одной строчкой кода Мы все это решили Покажите где еще Мы так просто и быстро Можем решать такие Повседневные задачи Ну если только в Wordpress Да Установить какой-то плагин Ну вот Сами понимаете Это уже не то Давайте вот эту часть Сразу скопируем отсюда И перейдем к странице Index Которая у нас Отвечает за отображение Списка задач Тут end section у нас Тут в принципе контента Никакого у нас пока еще нет Здесь у нас все Идет от страницы Создания пока еще Да Поэтому мы в принципе Все то же самое проделываем Вставляем сюда вот эту секцию А вместо формы Мы сюда будем с вами Выводить уже список задач Пока мы можем указать Здесь что ни одной задачи нет Нет ни одной Задачи Давайте создадим еще task А кстати вот тут Мои задачи Нужно переименовать Не мои задачи А создать задачу Правильно Так вот да Список задач Создать задачу Давайте создадим еще Задачку какую-нибудь Добавить И мы сейчас должны вернуться Да Вот в мои задачи Тут пока нет ни одной задачи Потому что мы их еще не выводили И кстати тут уже видите Как видите У нас есть общие моменты Вот этот заголовок Например И заголовок на странице create У нас по сути это одинаково, меняется только сама формочка То есть это section, container, row Вот это все у нас одинаковое То есть мы по сути можем вот что сделать Создать еще один шаблон, например, tasks Опять копируем, например, со страницы create весь этот код Переносим его в шаблон tasks То есть теперь наш шаблон tasks расширяет наш базовый шаблон Здесь оставляем только общие блоки А то, что касается непосредственно создания Вот эта, получается, карточка Мы ее выносим в страницу создания А здесь оставляем наш уже знакомый yield В котором мы напишем, что это уже tasks content То есть не просто контент, который у нас в base Так нельзя писать, не получится Тут нужно писать уже какой-то другой ключ И как раз-таки tasks content сюда лучше всего подходит А в create у нас, получается, уже идет расширение не базового шаблона А с шаблона tasks Title можно оставить, он также будет работать А вместо section мы сюда вставляем просто уже саму карточку Которая относится непосредственно к нашей страничке для создания Давайте проверим, что все осталось как было Нифига не как было А, потому что вот тут мы забыли написать tasks content Вот так вот обновляем Вот, как видите, ничего по сути не изменялось визуально Но по коду уже намного удобнее Потому что у нас есть еще страница index Которая тоже имеет свою карточку А все остальное у них со страницей создания общее То есть мы отсюда выбираем всю секцию Вставляем сюда карточку Тут тоже пишем tasks content Title, кстати, здесь будет уже мои задачи А layout tasks расширяем Смотрите, какой коротенький маленький шаблончик получился Обновляем страницу Создаем задачу Хоп, попадаем в мои задачи Очень круто и удобно Раз уж мы заговорили о шаблоне Давайте я вам покажу быстренько еще один пример На самом деле Laravel позволяет нам создавать еще компоненты Такие же, по сути, как во Vue.js Мы можем создать во Vue.js каталог components И создать, например, здесь компонент Ну, пускай будет компонент card Простой, но для примера достаточно будет Возвращаемся в список задач И вот у нас, например, карточка есть Мы можем сделать из нее компонент То есть мы забираем ее содержимое И вот у нас остается div с классом card Вместо него мы можем использовать компонент xcard И вставить в него обратно содержимое То есть вместо div с классом card Мы просто берем компонент xcard А почему xcard? Потому что автоматически Laravel берет компоненты из нашего каталога components Их же название используется здесь А префикс у всех x всегда То есть это удобно, коротко и понятно И нет конфликтов с тегами Например, у нас может быть компонент xinput А нет конфликтов с тегом input и так далее То есть, опять же, тут автоматизация идет за нас Мы просто должны добавить наш компонент card Шаблон И здесь добавить переменную slot Вот так Все Laravel автоматом Как бы, смотрите, ничего не меняется Но мы уже создали компонент Который мы можем использовать уже в других частях страницы Вот тут, например, тоже можем карточку передать xcard И самая фишка, что мы даже можем здесь Всякие параметры тоже передавать вот так через двоеточие Например, там size, я не знаю, там color То есть все эти фишки тоже здесь есть И все это делается очень быстро и просто Давайте, наконец-таки, выведем уже наши задачи Для этого мы возвращаемся в taskController метод index Здесь нам нужно вытащить наши задачи из базы Мы берем модель task И простым методом get получаем их все Можно положить их в переменную task И теперь нам необходимо передать их еще в шаблон Тут все очень просто То есть вторым аргументом мы просто передаем массив переменных Которые нам необходимы в шаблоне Ну, такой подход мне тоже не очень нравится Потому что мы дублируем Тут task, task, task Что-то много task'ов получается И вместо массива мы можем использовать функцию compact Из PHP, да То есть, по сути, ничего не поменялось Но, на мой взгляд, как-то короче и приятнее выглядеть Да, опять же, минимализм в деле И теперь переменная tasks доступна в нашем шаблоне Возвращаемся в index И здесь можем ее использовать Также здесь нам понадобятся директивы Нашего шаблонизатора Blade, да Есть директива if Которая может проверить какое-то условие Да, true либо false То есть мы можем взять здесь наши task'и Это коллекция, на самом деле То есть в этой переменной лежит коллекция Там не просто массив А вот этот метод get возвращает коллекцию Это тоже специальный класс в Laravel Который дает нам кучу различных там методов удобных И среди них есть метод isEmpty Который позволяет нам проверить Есть ли вообще в коллекции какие-то элементы или нет Также добавляем закрывающую директиву AndIf И таким образом у нас вот этот блок будет выводиться Только если коллекция пуста Вот сейчас страницу обновим У нас уже этот блок не выводится А чтобы вывести task'и Мы можем добавить здесь else, иначе Добавить здесь список, boostrap'овский, listgroup И пройти наши task'и в цикле То есть цикл for each из php Tasks as task И надо закрывающий тег добавить And for each И тут у нас li И мы можем вывести название нашей task'и Task name Вот таким образом Обновляем Бум Так, что-то listgroup у нас не получилось List group А, мы забыли добавить сюда List group item Класс еще, boostrap'овский Обновляем Вот так вот, другое дело То есть easy Смотрите, мы в контроллере просто Получили нашу задачу переменную Передали их в шаблон И в шаблоне проверили Если нету, выводим сообщение Если есть, проходим в цикле и выводим Пацаны, вот этот кусочек Я записываю для вас отдельно Уже при монтаже видео Чтобы показать вам еще одну классную фишку Потому что в проектах часто Нужен функционал погенации Да, то есть постраничный вывод И бывает такое, что по ряду причин Это не очень просто реализовать То ли, может быть, опыта мало То ли приходится вручную Какие-то там компоненты придумывать Создавать, да То ли какой-то у вас инструмент, может быть Который не позволяет это сделать Но Laravel уже все сделал за нас И чтобы включить функционал погенации Необходимо просто лишь Заменить метод get на метод paginate Вот так вот И первым параметром мы можем передать Количество записей на одну страницу То есть по умолчанию там 15 идет Вот, но так как у нас с вами всего 3 записи Да, то тогда погенации не будет Давайте выведем, например, по 2 Записи на страницу Все, здесь нам ничего не надо Дальше нам нужно вывести в шаблоне Сами вот эти вот переключатели То есть мы идем под нашу карточку И делаем следующее Берем наши таски И вызываем на них метод links И все, смотрите Обновляем страницу Видим, что появилась погенация Но она кривая, потому что по умолчанию Используется погенация для Tailwind CSS Тут видите, по умолчанию Tailwind идет Но у нас-то с вами Bootstrap, да И вот если мы перейдем в раздел Pagination документации Здесь, кстати, тоже множество разных возможностей есть И тут внизу раздел usingBootstrap То есть нам говорят, что достаточно вызвать Вот такой метод Paginator useBootstrap Где-нибудь в файле, например, appServiceProvider Давайте мы его откроем AppServiceProvider И в методе boot Вот здесь вот, да, как в документации написано Пагинатор, кстати, импортируем Сверху, да, чтобы он здесь появился у нас И вызываем, что метод использовать Bootstrap Теперь обновляем нашу страничку опять Хоп И у нас погенация Bootstrap появилась, да Немножко она прилипла к нашей карточке Пейдинг топ на 3 тут можно добавить Например, div Вот так вот То есть у нас вот постраничный вывод получился По две записи И две странички автоматом Если мы в контроллере с вами изменим, например, по одной записи То, разумеется, будет по одной записи Автоматически добавляется вот параметр page В номер страницы в URL То есть реально тут две строчки кода, да Раз Два И у нас работает погенация с вами Причем шаблон мы можем, конечно же, менять Мы можем здесь указать, какой шаблон использовать И, соответственно, можно с кастом и сделать шаблон погенации Представляете, как круто И еще тут фишка есть То, что если мы используем погенацию для ответов по API, да, в JSON формате То он там автоматом добавляет в ответ номер страницы Сколько там на страницу записи Сколько всего записи и так далее Что на клиенте мы на фронтенде, да, можем получить все эти данные И с помощью них намного проще и быстрее реализовать там функционал погенации Так что, ребят, пользуйтесь Это все, что я хотел сказать И продолжаем То есть переменный task в итерации, да, в нашем цикле Это уже модель, которая имеет все наши свойства Которые мы указали для модели Также еще поле ID Автоинкремент, да И также поля дата создания, дата обновления То есть мы их даже можем вывести сюда Например, создадим здесь div еще SmallTextMuted Чтобы под названием вот тут вывести, например, дату Берем task created add Если вы не поняли, вот это свойство created add Добавлено вот здесь в миграции Timestamps Если перейти в реализацию этого метода Видим, что Laravel просто добавляет два поля Created add, updated add И автоматически эти поля заполняет для нас А еще значение вот этого created add Это не просто строка Это тоже объект, который дает нам различные там свойства и методы Для форматирования даты и так далее То есть это очень удобно Например, можем вызвать здесь метод формат И указать формат, который мы хотим Например, день, месяц, год, холл, часы, минуты Я точно не помню, но по-моему, что-то типа того должно получиться Вот обновляем, да, видим, что у нас выводится дата сюда Также можем вывести сюда, например, ID нашей задачи Task ID Можно решеточку поставить, да, что идентификатор Обновляем Вот у нас ID тут появились еще Также у нас есть обязательные задачи еще, да Которые мы можем как-то цветом, например, отмечать То есть мы можем сюда добавить просто класс То есть если task у нас important Тогда мы добавляем сюда класс текста, например, warning Иначе ничего не добавляем Да, вот у нас задача обязательная Также мы можем обязательные задачи вверх всегда ставить Мы можем, во-первых, ассортировать наши задачи при помощи метода latest Такой удобный короткий метод, с помощью которого Laravel для нас уже сортирует записи по полю created add Сразу по убыванию То есть сразу у нас записи устраиваются именно по времени Новые сразу сверху становятся Можем также сортировать сразу по нескольким полям Например, сортируем по important, да, чтобы важные были сверху А потом еще сортируем по времени Обновляем Ну тут у нас ничего не изменится, потому что у нас, судя по всему, вот эта задача, она и была последняя, да Но вот эта Laravel ORM, она, конечно, творит чудеса Особенно если показать примеры со связями там и так далее То есть там, конечно, такая магия происходит Давайте добавим сюда еще кнопочку для того, чтобы отметить задачу как исполненную Возвращаемся в список задач Тут нам понадобится колонки, да, чтобы наш этот контент слева расположить, а справа расположить кнопочку То есть мы добавляем row Call, например, на 8 Сюда возвращаем наш шаблончик вот этот вот А тут кол на 4 Сюда мы добавим форму, которая будет отправлять запрос на обработку задачи нашей, да, чтобы отметить ее как исполненная Здесь нам нужна будет кнопка сразу Type Submit, BTN, BTN Success, например Напишем здесь готово Давайте посмотрим, что получается Так вот, кнопочку можно сделать, на самом деле, поменьше И на всю ширину колонки Ну вот так вот, неплохо Теперь нам нужно эту форму куда-то отправлять То есть нам нужен будет какой-то road Например, это будет у нас road tasks complete, да, complete завершить Дальше идем в road web Добавляем task Тоже метод post это будет, да, tasks Тут даже будет id задачи указать нам, кстати говоря И потом complete Чтобы вот так вот указать сюда задачу В Laravel вообще это easy делается Автоматически просто вторым параметром Передаем сюда task И все, фреймворк сам все делает остальное То есть он автоматом нам распечатает этот маршрут Вы сами посмотрите Обновляем страничку Road tasks complete not defined Потому что мы еще название для маршрута не указали Вот так вот Task complete Вот сюда, хоп Обновляем И смотрите, теперь открываем любую из этих форм И у нас автоматом формируется localhost tasks 2 complete Представляете, мы сюда указали, что нам нужна здесь задача Сюда ее передали просто То есть даже id вот этот можно не указывать Laravel автоматом по умолчанию знает, что нам нужен здесь id Но мы можем это регулировать, конечно Мы можем здесь указать, что нам нужен не id, а, например, какой-нибудь там слаг Если это статья в блоге, там, да, может быть, нам не один нужен А для SEO, там, понятные URL и так далее То есть все это гибко настраивается, но и по умолчанию очень классно работает И в контроллере нам тоже нужен метод complete добавить Возвращаемся в контроллер Public function complete И здесь нам, сюда нам сразу прилетит наш id нашей задачи Но Laravel настолько умный, что он даже может нам сюда сразу задачу прислать нашу То есть мы можем написать здесь, что нам нужен task Вот так вот И все, и здесь у нас сразу будет доступна модель task из базы данных автоматом А если он ее не найдет по id, то 404 статус сразу вернется в браузер То есть вообще все автоматом работает То есть тут у нас в переменной task уже есть задача из базы данных модель, которую мы можем сразу обновить Просто update тут же Например, complete равно true, да, соответственно Просто поле complete будет true Completed, да, так мы добавили Модель task Идем Вот, модель task Completed, да, true И дальше нам нужно вернуть юзера опять на страницу, ну, со списком, да, вот так же Директ, road, task, индекс Все Давайте попробуем обновить задачу Например, вот самую первую Нажимаем готово Хигак, ошибка Метод get А, потому что форма у нас с методом get, а нам нужен метод post Метод post То есть по умолчанию форма методом get отправляется Возвращаемся назад Нажимаем готово А, теперь опять у нас токен Токен мы забыли Я забываю постоянно этот токен Знаете почему? Потому что я на самом деле использую, как правило, пакет Есть прикольный пакет для Larval Который позволяет быстрее Который позволяет легче эти формы нам генерировать Потому что там есть всякие фишки встроенные Которые нам тоже облегчают жизнь А так вот я не привык добавлять вручную CSRF Field Вот уже подсказывает нам Давайте еще раз возвращаемся назад Готово Хоп Здесь прям так хочется сообщение какое-то написать Тут мы можем обратиться к сессии При помощи глобальной такой функции И вызвать метод Flash Тут мы можем обратиться к сессии При помощи вот такой глобальной функции Удобной И вызвать метод Flash Который сохранит наше сообщение Вот например completed здесь напишем Он сохранит это сообщение в сессию на один запрос Только не в flush, а в flash Тут мы можем проверить уже, например Что if session and if То есть если в сессии есть такой ключ completed Тогда мы здесь можем вывести alert Например, буст раповский Alert Alert success И тут можем написать, что Задача завершена Вот так напишем точно Давайте пробовать Нажимаем готово Фигак Задача завершена Единственное, что не хватает Тут чисто по дизайну Тоже карт Body еще добавить Чтобы по бокам отодвинуть Давайте еще раз нажимаем Уже завершено То есть задача у нас завершена Но мы ее завершаем Уже несколько раз Поэтому в контроллере тут еще не помешает Проверку добавить Ларвел нам вообще дает очень множество Различных функций Вспомогательных Например, функция Abort if Тут мы вызываем task Completed И передаем статус Например, 404 То есть эта функция бросит исключение 404 И покажет здесь, что страница не найдена Если выполнится условие Которое передано в первом параметре В нашем случае мы передали Completed Вот так вот То есть если тут true у нас будет Задача уже была завершена То просто 404 показываем Давайте попробуем Фигак 404 Видите И вообще нам здесь надо Кнопку тогда убирать На самом деле По-хорошему То есть нашу вот эту форму Мы можем здесь уже не показывать Если наша задача completed If task completed Не completed Вот так вот And if Соответственно Мы тут форму показываем Только если не завершена Обновляем страничку Вот Кстати, пока писал этот код Вспомнил, что Надо еще, наверное, показать Как к базе данных подключиться Вот у меня есть клиент MySQL Мы просто здесь указываем Те данные, которые у нас указаны В ENV Вот в ENV у нас что указано? Все по стандарту Только User name, sale и паспорт Давайте попробуем User name, sale Password Password Подключиться Все Вот наша база данных Laravel Вот здесь название Ее указано То есть вообще Все очень просто Вот наши миграции Которые накатываются Здесь они хранятся Чтобы повторно Их не накатывать А вот наши задачи Вот она ID Created Updated Name Description Important Completed И так далее Как вам вообще такая тема? По-моему, очень круто Да, получается? Пацаны, ну видос походу Будет и так уже очень длинный Поэтому терять уже нам Походу нечего И Пацаны, ну видос походу Будет и так уже очень длинный Поэтому терять нам нечего Предлагаю еще один момент Разобрать с вами Это как создавать маршруты Для API То есть сейчас мы рассмотрели Laravel с точки зрения Как бы full stack фреймворка И мы рассмотрели На самом деле там, наверное Один процент Из всех его возможностей Вот по чесноку Но давайте все-таки Попробуем быстренько Laravel в качестве Backend фреймворка То есть разработаем API Который может использовать Там мобильное приложение Либо там фреймворк На Anax.js, например Да, там на реакция Сейчас мы просто добавим Пару маршрутов Для наших задач Через API Для этого идем в файл API Разумеется, да Убираем здесь все лишнее Комментарий и так далее И в принципе здесь все То же самое работает Что и для веб-маршрутов То есть мы также можем Получить здесь список задач Tasks Единственное, что название Для этого маршрута Уже будет с префиксом API Tasks Чтобы не путать, да То есть там по умолчанию У нас просто Tasks А здесь уже все через API И все маршруты На самом деле Которые мы располагаем В файле API Они уже автоматом Идут с префиксом API То есть запросы нужно Отправлять уже будет На API Tasks Это Laravel за нас Уже делает по умолчанию И тут нам нужен Отдельный контроллер Уже с вами Создаем контроллер Как обычно С помощью команды SailErtison MakeController Назовем его тоже TaskController Но единственное, что Положим его в каталог API То есть префикс API Еще добавим Чтобы он у нас Не конфликтовал С нашим TaskController Который веб Что-то мы тут неправильно ввели Команды MakeController Не существует И он сразу предлагает Другие какие-то варианты команд Как видите, да Тут куча всего в Laravel есть Вот так вот, да, значит, хоп Контроллер создан Давайте добавим сюда контроллер Нам нужен именно тот Который идет от API Вот он Раз TaskController Видите, сверху, да Импортировался И тут нам нужно указать метод Так же, да Уже по старинке Сейчас уже можно все быстрее делать нам TaskController MethodIndex Это не тот Вот он, наш контроллер для API И здесь нам тоже нужен метод PublicFunctionIndex На самом деле Нам здесь нужна Та же самая строчка Что и в нашем первом контроллере, да Но там у нас получается Дублирование кода Дублирование кода Это же так ужасно И так далее Но здесь, знаете, что можно сделать? Мы можем создать в каталоге App Еще каталог Actions Actions И в него закидывать различные экшены Которые мы можем затем вызывать В других частях сайта Например, мы можем здесь Добавить экшен GetTasks То есть это будет, по сути, PHP-класс Пространство имен Надо добавить обязательно AppActions И это будет класс у нас GetTasks И здесь у нас будет всего лишь один Публичный, причем статический метод Назовем его Run Который будет возвращать нам наши задачи Вот так вот Не забываем импортировать сюда модельку В этот класс И можем указать тип данных Который возвращает этот метод То есть это коллекция будет Таким образом мы создали Такой простой маленький экшен Но тем не менее Легко и просто убрали Дублирование в нашем коде То есть мы теперь можем просто Сделать здесь GetTasks Run Вот так вот и все И то же самое в нашем первом контроллере Хоп! Готово! На мой взгляд это действительно лучше Чем дублировать код Который выполняет одну и ту же задачу И в нашем веб-контроллере Мы возвращаем шаблон Страничку с задачами А что же нам возвращать тогда В нашем task-контроллере? Для начала Давайте попробуем вернуть здесь Самые таски И посмотреть что получится Для тестирования Мы можем открыть Постман Добавим здесь вкладочку новую У нас будет метод get И давайте попробуем То есть это маршрут Который мы с вами определили Вот в файле api Это метод get Tasks Кстати опечатка так вот Контроллер Который в api лежит Метод index И давайте попробуем Отправить запрос Хоп! Опа! Как видим Смотрите что происходит Ребят Нам сразу возвращается ответ В формате json То есть даже Заголовки здесь можем смотреть ContentType ApplicationJson Потому что Laravel умный И он видит что мы в нашем контроллере Который в api Это коллекция И Laravel знает Что если это коллекция Значит можно сразу Не париться И возвращать json Так то мы здесь можем Любой ответ вернуть Например мы можем Так вот сделать response Джейсон например Сами можем вернуть Да таски вот таким образом Или просто response Какой-то Текст да Со статусом 200 То есть варианты разные есть Но по умолчанию Если мы возвращаем коллекцию Или даже просто массив Вот такой вот Смотрите Foo Bar Ну это php массив Да обычный Сохраняем Запускаем То нам тоже возвращается Сразу json Но мы с вами пойдем еще дальше И создадим api ресурс При помощи команды Sale artisan Make Ресурс Task Ресурс Создаем ресурс Ресурсы падают по пути App HTTP Ресурсы Вот наш task Ресурс Это класс в котором мы можем Определить какие поля Возвращать От нашей модели По api То есть мы можем перейти В модель api Нашу Вот наши поля Да здесь Name Description Important Complete И так далее По умолчанию Они здесь возвращаются все Но мы можем здесь Сделать свой массив И указать какие поля Хотим вернуть This id например This здесь работает как прокси То есть он проксирует Вот эти вызовы На саму модель нашу Потом name Например хотим вернуть Да Description может быть Давайте пока ID и name Оставим для примера Берем наш task resource Идем в контроллер И вместо массива Возвращаем task resource Collection Tasks Почему collection Потому что у нас здесь коллекция Если бы у нас была Одна модель Просто task То мы бы здесь вызвали Метод make И вернули бы одну модель А так как у нас здесь коллекция Мы возвращаем collection Task resource Тоже импортируем сюда наверх И давайте посмотрим Что у нас тут возвращается По api Хоп Вот id name То есть в ответ JSON с коллекцией Наших тасков выходит Давайте добавим еще один Road в api Теперь для просмотра задачи Уже знакомая на task Тут уже метод Метод в контроллере будет Show И api task show Название маршрута Возвращаемся в наш task контроллер Добавляем сюда метод show Он в принципе тоже будет похож На метод из нашего первого контроллера Здесь сразу у нас Таска пролетает Что очень удобно И тут мы сразу возвращаем Ее в ресурсе Вот так вот Название переменной Только вот так подправим еще То есть вообще easy, ребят Давайте мы дублируем Вкладочку на всякий случай Вдруг она нам пригодится И тут делаем запрос Get запрос по маршруту Task с id3 Хоп И вот наша таска возвращается сюда Теперь мы можем взять Наш task resource Добавить сюда description И теперь здесь будет Description автоматно выводиться И здесь будет Description сразу выводиться Везде То есть это очень удобно При помощи ресурса Мы сразу как бы Контролируем Какие поля мы возвращаем По api Потому что как правило Мы не хотим все возвращать Что у нас есть Нам нужно возвращать только то Что нужно на клиенте Давайте последний маршрут Еще создадим Для создания теперь уже таски Это будет метод post Tasks Путь Контроллер тот же А тут метод будет у нас Уже знакомый store Предлагаю открыть наш первый контроллер Найти здесь метод store Вот он И видим что здесь тоже много Дублировающегося кода Да у нас будет по ходу дела Но мы же уже знаем Как с этим работать Пока что скопируем сюда этот метод У нас здесь валидация Task create И возвращается редирект По api нам не нужно возвращать редирект То есть здесь мы берем этот ресурс И возвращаем его вместо редиректа И передаем в нему нашу таску Которую мы сейчас создали Давайте попробуем что все работает Нам обязательные поля наши Это name В принципе мы только name можем передать Давайте еще одну вкладочку откроем Теперь вот уже будет метод post По пути api tasks Давайте кстати прикольнемся Отправим сначала пустой запрос Смотрите что мы получаем Мы получаем редирект На главную страницу нашу Ну это вот страница Laravel Главная страница нашего проекта Все дело в том Что по умолчанию При валидации Она же будет быть не только в контроллере Еще в каких-то местах Laravel по умолчанию делает редирект Потому что он ориентируется На заголовки запроса Если у нас в заголовке нет запроса Который говорит что за тип данных Мы хотим получить в ответе То Laravel по умолчанию делает редирект Но в нормальном api Клиент всегда должен указывать Тот тип данных Который он хочет получить Поэтому мы тоже здесь напишем Accept заголовок И значение json application json Теперь отправим еще раз И видим что теперь мы получаем Нормальный ответ Статус 422 Что это ошибка валидации И видим с вами формат json Со свойством errors В котором для каждого поля Перечислены ошибки То есть это очень удобно Laravel все для нас делает тут То есть мы ничего с вами Даже не меняли Мы просто сделали валидацию А все остальное фреймворк Делает за нас Давайте теперь добавим все-таки Поле name И попробуем создать нашу таску Name равно test Отправляем Хоп В ответ наша новая созданная таска Пришла description Кстати null Видите да Тоже очень удобно Осталось нам убрать Дублирование кода здесь Для этого можем создать action То есть вот этот весь код Мы забираем в action Который будет называться Например createTask Логично да Тоже метод run И передаем в него все данные Которые нам пришли в запросе Вот так вот Не сам запрос А именно все данные То есть нам туда массив придет с данными Приместим это все в переменную task Пока у нас action еще нет Тут ошибка загорается Давайте перейдем в action Скопируем наши getTasks Duplicate CreateTask Тут тоже название класса CreateTask Метод run Который принимает в себя массив Attributes Возвращает этот метод уже task Созданную до модель И здесь мы что делаем Вот тоже самое валидацию Только здесь у нас request уже недоступен Поэтому мы пойдем другим путем У нас Laravel предлагает Различные варианты Как я говорил всего И мы можем в любом месте Вызвать глобальную функцию Validator Передать в нее атрибуты Вот эти Которые мы хотим провалидировать Первым параметром А вторым параметром Также массив наших правил И дальше нужно вызвать На этом объекте уже метод validate То есть запустить саму валидацию Все то же самое остается как было То есть вот так вот очень удобно Вместо переменной Возвращаем уже саму созданную задачу И вот такой короткий Приятный экшен у нас получился Create test называется Возвращаемся в контроллер Теперь мы можем его импортировать Так как он у нас уже есть Вот он здесь сверху появился Смотрите какой маленький Классный контроллер теперь стал Переходим в другой контроллер И то же самое все это дело Удаляем Вставляем тот же самый экшен Импортируем его И у нас все работает Давайте проверим Тест 2 создадим задачу Хоп-хоп Очень легко и просто, ребят, да? На самом деле столько всего Хочется вам еще рассказать и показать Поэтому, ребят, если вам понравился контент Пишите комменты Будем еще развивать эту тему дальше Что-нибудь создадим более интересное Да, чем список задач Ставьте лайки Показывайте видео своим друзьям И спасибо вам огромное за просмотр На связи был Макс Орлов До скорого!